Привет, друзья! Я рад, что вы зашли на мой канал и надеюсь, что вы в отличном настроении и готовы к новому видео, и оно будет очень интересным, поэтому не пропустите ни одной секунды. Фильм о Русалочке, который был анонсирован в мае 2016 года, вышел на экраны в мае 2023 года. После 7 лет ожидания мы наконец-то увидим, что же там наснимали. Вышедший трейлер послужил поводом для просмотра фильма, в котором мы увидели переосмысленную главную героиню Ариэль, ее отца, главную владейку Урсулу, Флаундера и Себастьяна. Не буду углубляться в детали о Русалочке, перейдем к основной теме. Я так устал обсуждать изменения образов главных героев мультфильмов, которые были в моем детстве. Мне кажется, что я уже начинаю звучать как хейтер, но это не так. Например, для меня Винни-Пух не является белым медведем, Карлсон не является темнокожим брюнетом, а классический образ Русалочки не соответствует тому, что показано в трейлере. Почему так часто меняют главных героев в фильмах и мультфильмах? Что за тенденция такая? Если хочется увеличить количество темнокожих персонажей в кино и анимации, почему бы не создать новых героев? Например, пиксаровская картина «Душа» – это отличный фильм, мне он очень нравится. А главный герой – темнокожий учитель музыки Джо Гарднера. Прекрасный персонаж. Если бы выпустили вторую часть и сказали «Джо теперь белый», он переродился, я бы выразил то же самое мнение о том, что это не нужно, потому что в моем представлении Джо афроамериканец. У Ариэль больше нет рыжих волос. Хотя это сама актриса, но красные волосы Ариэль – это ее фильмный стиль. Как можно было отказаться от этого? Почему она не лысая? Лысые люди тоже заслуживают уважения. Ладно, это уже не по теме. Давайте перейдем к другим аспектам трейлера. А именно, не кажется ли вам, что Leaf Action не всегда хорош, имея в виду фотореалистичных рыбку Флаундера, краба Себастьяна и чайку Скаттлла? Я понимаю, что они хотели достичь такого же эффекта, как в Королеве. И в целом это был интересный опыт, с крутой анимацией, но потом вспоминается пумба. Невозможно развить пумбу, так же как и Флаундера. Рыбки выглядят только хорошо в мультфильмах, а в реальности нет. Если вы за реализм, то рыбы не говорят. Кошки мяукают, собаки гавкают. У рыб нет речевого аппарата, голосовых связок. Но Себастьян немного забавный, несмотря на то, что с ним та же история. Меня это не беспокоит, скорее я буду сильным смеяться. Среди трех животных только чайка Скаттлла выглядит приемлемо. Вероятно, благодаря своему внешнему виду, а не усилиям создателей фильма. К тому же, я думаю, что фильм не будет успешным в прокате. Во-первых, ожидание его выхода затянулось и надоело. А во-вторых, история Русалочки уже многократно пересказывалась. Вопрос только в том, будут ли авторы следовать уже избитым сюжетом своего собственного мультфильма 1989 года. Или рискнут пересказать оригинальный роман Ганса Христиана Андерсона. Вероятнее всего, они выберут первый вариант, судя по Флаундеру в трейлере. Оргенальная книга Русалочка не имела счастливого конца. Это все фантазии Диснея. Кадры из трейлера мне понравились. Они напоминают лучшие традиции инстаграм-фотографии. У меня возник вопрос, в кого родилась Ариэль со смоглым цветом кожи. Ведь ее отец, король подводного мира Тритон, имеет светлую кожу. Удобно это будет свалить на погибшую мать Ариэль, королеву Афину, которая могла передать ей свою наследственность. Практически нет изображения этой героини. В 2008 году она появилась в мультфильме Русалочка. Начало истории Ариэль, где выглядела почти так же, как ее дочь. Интересно увидеть многочисленных сестер Ариэль, потому что они должны быть похожи на нашу головную героиню. По крайней мере, в большинстве своем. Вы спросите меня, а что-то хорошее в трейлере есть? Конечно. В темном подводном царстве есть светлый луч. Это Урсула. Она, конечно, злодейка, а значит темный луч. Но она просто невероятно красива. Это один из харизматичных злодеев Диснея, которого они не изменили. Чтобы мы могли болеть за нее вместе с Ариэль. Но, конечно, мы все знаем, как закончится история. Пока мы ждем фильма Диснея, уже зарабатывает на нем. Выпуская различные товары, такие как куклы, пазлы. Но прежде чем выбрать, что поставить на болку, давайте посмотрим фильм. Диснея также публикует различные картинки для сравнения. Оригинальная русалочка должна быть изображена против лунного света. На мой взгляд. А то вдруг кто увидит ее рыжие волосы. Что вы думаете о грядущем фильме? Кто ваш любимый персонаж во вселенной русалочки? И будете ли смотреть новый фильм? Пишите в комментариях. Велосипед от Ариэль. Субтитры создавал DimaTorzok Вот и подошло к концу это видео, но я надеюсь, что вы получили удовольствие и интересную информацию из этого ролика Не забывай подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео И оставлять комментарии, ведь мне очень важно знать твое мнение Большое спасибо за просмотр, на этом у меня все, всем пока!